всем привет в этом видео мы с девочками блогерами возвращаемся к проекту золушка на этот раз мы будем удалять пятна пятна удалять будем с разных поверхностей от одежды до мягкой мебели я думаю что это видео вам будет полезно обязательно переходите после просмотра моего видео на ссылочки ниже на девочек все это будет в инфобоксе как обычно а я сегодня буду удалять пятна с одежды одно пятно будет жирная которая поставила моя дочь и скрыла поэтому пятно это будет застарелая и второе это мой сыночек который пил сок ел яблоко и вот это вот кислота фруктовая которая очень тяжело выводится будет удаляться сегодня я эти способы не пробовала это народные методы и пробовать буду вместе с вами я не знаю получится ли не получится но я очень надеюсь что получится и вам это видео будет полезным если интересно продолжайте смотреть я постаралась выбрать методы которые очень простые и в то же время действенные насколько они действенные я не знаю сейчас мы будем пробовать что нам понадобится Нам понадобится пятно, оно у нас есть, аж 3, и даже не 3. Вот еще. В общем, дочка у меня хрюшка. Вот, и нам понадобится глицерин. Это копеечное средство, которое можно найти в аптеке. Что мы делаем? Первый способ, у меня их несколько, если не подействует этот, я буду пробовать другой. Первый способ, это на пятно наносится глицерин. Вот, и потом ждем еще полчасика, и потом стираем. Стираем, как обычно мы стираем. Пятно должно уйти. Сейчас я нанесу глицерин, оставлю на полчасика, потом постираю. И проверим, работает или нет. Я не знаю, правильно ли, что я делаю пальцем, но это же эксперимент. Если он сработает, я буду очень рада. Надеюсь, я вам помогу. Потому что методы очень легкие и недорогие. А я такое люблю, потому что все эти пятна я пыталась выводить дорогими способами. То есть, пятновыводителями, ванишами, и ничего не помогало. Ну вот, поэтому и прибегла, можно сказать, к народным методам. Все, засекаю 30 минут и стираю. А вот пятна на футболке у моего маленького сыночка. Скорее всего, что это пятна от яблока, персика или, может быть, какого-то сока. Сейчас уже точно сказать не могу, но буду справляться с ними. Тоже обычным таким легким способом, надеюсь, что он поможет. Это сода с водичкой. То есть, берем мы обычную соду, кухонную. Делаем кашеобразную такую кашицу с помощью водички и самой соды. Наносим на пятнышки. И ждем до полного высыхания. То есть, тут даже стирать пока не надо. Нам надо, чтобы это все высохло. Высохло. И, как говорить народный метод, надо встряхнуть и пятен не будет. Насколько это верно, я не знаю. Сейчас будем пробовать. Результат, конечно же, будет после того, как эта кашица высохнет. Вот, девочки, кашицу я из соды нанесла. Теперь будем ждать полного высыхания и посмотрим на результат. Если этот метод не подействует, то будем прибегать к другому. Вот футболка моей дочери после стирки глицерина. Как видно, пятна никуда не делись. Они не ушли. И не здесь, и не здесь. Поэтому глицерин на застаревших пятнах, которым больше полугода, не работает. Завтра буду пробовать другой метод, так как сейчас уже поздно. Поэтому, девочки, оставайтесь со мной. Будем проверять другие способы. Вот сода и высохла на кофточке. И мне кажется, щелочь все равно не справится с пятнами. Но мы сейчас проверим. И вот результат. Как я и говорила, что, скорее всего, не справится щелочь с такими пятнами. Так как это белый материал, то можно, конечно же, попробовать белизной. Но мы же экспериментируем. Поэтому я буду пробовать еще одним методом. И сейчас каким, я вам покажу. А вот это вот мой проверенный способ. Это ВД-40. Аэрозоль универсальный. Когда-то я испортила блузку. Постирала ее, повесила сушить. И где-то как-то, не понимаю, при сушке появилась ржавчина. И я думаю, ну все. Вот этот вот аэрозоль мне помог. И сейчас я попробую убрать детские пятна и пятна жира на кофточке дочери с помощью этого аэрозоля. Тут достаточно распылить его на пятна и оставить. А потом просто простирать. И пятна уходят. Но пятна тоже разные бывают. И у меня, конечно же, к вам вопрос. Так как это эксперимент, то было бы неплохо, конечно, чтобы он сработал. Но если он не сработал, то, девчонки, подскажите, какими способами спасаетесь вы. Народными, ненародными. Я, конечно, больше люблю народные. Потому что мне, такие как Ваниш, может быть, есть еще какие-то. Просто я о них не знаю. Вот Ваниш, он не работает. Почти ни на каких пятнах. А еще один метод, который я сюда не включила. Потому что это пятно очень-очень старое. А если вы только его поставили, или этому пятну хотя бы день, то очень помогает гала, моющее средство. Вы на пятнышко моющим средством налили, оставили и потом простирали. И пятна как не было. Это тоже метод, который всегда спасает. Распыляю на пятнышки. Кстати, сода чуть-чуть все-таки сделала светлее пятна. Но не убрала их полностью. Все. Оставляем. Пусть высыхает. И теперь переходим к кофточке моей дочери. Вот то самое пятнышко. И сейчас мы на него будем распылять аэрозолем. Держать камеру и заводить пятна, ну конечно, не очень удобно. Так, есть. И где-то тут еще было. Вот здесь. Вот. Ну все. Оставляем, ждем и опять стираем. И тогда посмотрим, наш эксперимент будет удачный или не очень. Да или нет. А вот результат более агрессивного народного средства. ВД-40. Он справился с пятнами. Видите? Пятен нет. И это радует. ВД-40 помог мне не только избавиться от ржавчины на блузке, но и хорошо справился с пятнами от детского сока, фруктовых разных кислот. Меня это радует. И сейчас я вам покажу, справился ли ВД-40 с блузкой, с кофточкой моей дочери, на котором было жирное пятно. А вот с жирным и застаревшим пятном на блузке у дочери ВД-40, к сожалению, не справился. Я удивлена. Удивлена и расстроена. Но ничего страшного. Будем одевать эту футболку просто дома. Будет домашняя футболка. Вот одно пятнышко. От одного избавилась. От одного нет. Я думаю, что это еще зависит от пятен. Я даже не знаю, каким способом она поставила эти жирные пятна. И я не увидела сразу, чтобы вывести. Но этому пятну уже, наверное, больше полугода. Эту кофту она не надевала где-то полгода. Так как у нее много вещей, я и не обращала внимания, почему она ее не надевает. Теперь понимаю, почему. Она просто не хотела показывать мне это пятно, к сожалению. Поэтому делаю вывод. И да, и нет. Народные средства и работают, и не работают. Зависит от пятен и от материала. Кстати, это хлопок. Что это кофточка, что Демана кофточка. Вот такое вот получилось видео. Что-то мне удалось вывести, что-то не удалось. Да и нет. И да и нет. Поэтому пятен много. Много разных способов. И мы дальше будем в проекте Золушка помогать вам, а вы будете помогать нам. В комментариях пишите обязательно, чем выводите пятна вы. И обязательно переходите по ссылочкам ниже к девочкам. И смотрите, какие пятна у них и чем они их выводят. Я надеюсь, что это видео все же было вам полезным. До новых видео. Пока-пока. Пока-пока.